Давайте сначала немного познакомимся, я кого-то знаю, но основное количество народа не знаю и, наверное, вы меня не знаете. Я езду, в смысле, меня зовут Гена. Мы разрабатываем Яндекс.Про на Флаттере. Я руковожу всем этим чудесным процессом, соответственно, в рамках Яндекса, Яндекс.Такси, Яндекс.Го. Еще немного руковожу тестированием в Яндекс.Про, но про это мы сегодня не будем говорить. Здесь есть мои контактики, они будут и дальше, если что, обращайтесь. Кто из вас знает, что такое Яндекс.Про? Ну, ты-то знаешь точно, и ты знаешь. Кто-то еще знает. Согласные хотели спросить. Согласные хотели спросить. Google, да, Google, наверное, знает. Вот, смотрите, вы все явно пользуетесь Яндекс.Такси, Яндекс.Едой, если кто-то приехал из городов, где работали Яндекс.Лавкой, Яндекс.Лавкой. Яндекс.Про – это приложение, в котором исполнители этих сервисов выполняют свою работу. Это то приложение, которое крутится в телефоне у водителя на дашборде машины. Это то приложение, в которое смотрит курьер, который везет вам еду. Это то приложение, в которое смотрит заказчик сборщик заказа вашего в магазине, когда он собирает то, что вы попросили его купить. Я, кстати, не знаю, в Омске есть такая штука, что можешь в еде заказать из магазина. Да, да. Супер. Ну, вот это тоже делают эти ребята, они называют спикеры. И это все уже сейчас есть, но у нас есть мечта. Знаете, какой большой черный человек? Мартин Лютер. Это же Мартин Лютер Кинг, да. Его самая известная речь – I have a dream. Так вот, у нас тоже есть мечта, как и у него. И наша амбиция – сделать так, чтобы все глупые врачники в стране, они, когда слышали Яндекс.Про, они слышали слово «работа». И когда они думали о том, что неплохо бы поработать, они шли сразу же в Яндекс.Про. Ну, то есть, мы хотим убить там всякие таборы вакансий на Ави, Headhunter. Это все, ну, скоро станет прошлым. Вот. Но это все станет прошлым в будущем. А сейчас у нас настоящий, поэтому я немного расскажу про это чудесное приложение Pro, которым мы занимаемся. И первый вопрос – сколько наших пользователей? Понятно, что все наши пользователи официально у нас не трудоустроены, да, но когда водитель, работающий, на самом деле, в каком-то таксопарке ведет машину, на которой брендирование Яндекса, да, он спрашивает, где работаешь? Он говорит, я работаю в Яндекс.Такси. Вот. Такая же история с Курьером Еды, да, которые работают на самом деле в каком-то И.П. И.В. 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 И.Ванов, да, и оказывают ему услуги. А мы уже покупаем этого Курьера у этого и поэтому, или ОООО. Он все равно говорит, я работаю в Яндекс.Е.Дее Курьером. Вот. Если сделать такое допущение, что те люди, которые работают не у нас, но носят наши цвета, на самом деле работают у нас, то мы самый крупный работодатель в России. Вот смотрите, сиреневая штука это наш Мау, и он больше двух миллионов. Следующий, ближайший, вот эта зелененькая штука, это наш Дау, он порядка 800 тысяч, 850. А синенький это вержедает, там 850 тысяч сотрудников. Красненький Газпром, и желтенький в Газпроме 600, и желтенький это магнит, там 310. То есть получается, что мы, если смотреть, ну вот как дальше, вот маркетологи любят графики красивые дела, там да, по-разному подписывать оси, чтобы все оказалось много. Вот если смотреть только по малу, то мы больше, чем все три предыдущих конкурента комбайна. Если смотреть по DAO, больше, чем любой из них. Вот. Плюс приложение достаточно с нестандартным профильным использованием. Вы же все занимаетесь разработкой мобильных приложений, правильно, так или иначе. И, наверное, у вас есть какие-то метрики, да, в них. Вот какая у вас средняя длина сессии пользовательской? Ну, смелее. Я веб-разработчик, я просто пришел, потому что рядом была хреновая программа. Ну, ладно. Ну, хорошо. Все, кто не вот эти отщепленцы из веба? Кто разрабатывает мобильные приложения? Ну, минут 15 у нас было. Минут 15 у вас было, да? У нас в среднем 8 часов сессия. Ну, типа нон-стопом. Типа рабочий день, да? Ну, типа да, рабочий день сменно. А вот есть такой вопрос, вот, и, наверное, не по теме, но, потому что вы сейчас сказали, он подойдет. Ты можешь нам ответить. А, ну, вот у вас, в частности, в компании Яндекс, есть ограничения по работе в такси? Конечно. В службе, почему? Это требование федерального законодательства. Ну, то есть нам, как агрегатору, да, выгодно, чтобы водители работали 25 часов в сутки и 8 дней в неделю. Ну, чем больше они работают, тем больше у нас получается прибыль с него, правильно же, мы же берем комиссию. Но есть федеральное законодательство, которое говорит, что водитель должен обладать определенными условиями в виде, там, водительского стажа, там, медицинских каких-то состояний, своих вот этого всего. И, в частности, он не должен работать больше определенного количества времени. Сейчас в Москве и в Питере вводится система KESART, как раз, которая, смысл, который заключен в том, что мы обязаны репортить все треки поездок по всем водителям в реал-тайме правительству, как раз для того, чтобы они понимали, что мы не ездим дольше. Окей. Идем. Да, вопрос. Что такое, может быть, да? Я не нашел. Мало, это monthly active users. Это количество людей, которые когда бы разный месяц запускают. А daily это, которые как минимум раз в день запускают. Вот. И все, собственно, очень звучит хорошо. И, как бы, вроде мы на Flutter пишем, но на самом деле надо признаться, что Flutter был не самым первым нашим выбором. Когда в девятнадцатом году мы начинали делать кроссплатформенное приложение, оно еще тогда называлось таксометром, мы решили использовать сперва React Native. Потому что Flutter тогда только релизнулся, буквально пару месяцев. React Native был уже, ну, скажем, подольше на рынке. Было и BNB, который там его активно двигал. Были другие ребята, которые бы двигали очень активно. И мы даже сделали небольшой прототип на React Native, но быстро отказались от этой идеи. Здесь можно рассказывать дальше о том, какой React Native плохой по сравнению с Flutter. На самом деле отказались ровно по одной причине. Наша служба информационной безопасности посмотрела на код, который прямо хранится в банке для приложения. Сказала, что не-не-не, у нас там sensitive данные, вас взломают моментально, делайте на чем угодно, кроме React Native. Мы такие, ну, решили делать на Flutter. В общем, не прогадали на самом деле, React Native сейчас все закапывают. А Flutter мощь, он какую-то огромную конференцию собирает. А вопрос, как остальные компании, которые используют React Native, которые встают sensitive data, наверное, тоже как-то выгодно хранить, как принцип избавляют? Не знаю, может быть, у них еще менее жесткие требования в службе безопасности. У нас, ну, давай так, я в силу идеи не могу рассказывать, какой именно sensitive data используется. Но если его расковырять, будет очень плохо. А расковырять его, ну, то есть вектор атаки, по крайней мере, там очень понятные. И даже есть прушу в конске, как это ломается. И прям нет возможности избежать этого банды. Ну, у тебя любое мобильное приложение, по сути, можно разложить на исходный код через бандал. И просто жест, он так собирает бандал, итоговый, ну, в частности, я покажу, да. Ну, ты можешь, понимаешь, ты кодлинг приложения, там, лифатор приложения, ты его тоже можешь декомпилировать, там, типа, дезассемблировать. Да, ну, у тебя нету исходников, фактически, да, банды. Ну, то есть там, джедж, у тебя лежат фактически прям полный текст исходники. Вот. С выходом этого Эрме на андроиде, ну, и фейсбучного компилятора, там все попроще стало, потому что они, по-моему, уже прикомпилированы джеджи, кладут туда уже. Но на IOS-е-то его нету, на IOS-е запрещены интерпретаторы джеджи, кроме как данный нам сверху JavaScript Core. Поэтому... Сорян. Вот, собственно, про все это можно вот на... Вот тут есть такой QR-код, да, доклад, где я рассказываю подробно, почему вы выбрали, пока кто-то это фотографирует, я надеюсь. Ну, или сделать вид, что ли, сделать вид, чтобы фотографируете, чтобы мне было приятно. Вы можете позадавать еще какие-то вопросы. Вообще, насколько большую демку вы собрали на IOS-е, прежде чем вы пошли на IOS-е? Там уже был делать заказ уже, ну, выполнить заказы. Это был хэппи-пасс. А вот с точки зрения цены, которые, ну, я, допустим, как агрегатор приложения, вкладываю в его разработку, дешевле на Flutter или на IOS-е, ну, в среднем? Очень хороший вопрос. В среднем, наверное, без разницы. Ну, у них звон грант, тебе нужно держать все равно одних и тех же инженеров, они... А, и сами антидеживые сначала на Ааре. Чем эти люди, они пришли, я пришел в команду, я пришел в компанию, собирать команду, которая будет писать по IOS. И когда мы начали писать по IOS, ну, подумали, почему мне делать сразу на кросс-платформе, ну, типа, в этом что-то есть, наверное, вот. Иначе делать сразу на кросс-платформе, но я к этому времени нанял уже троих человек, которые были IOS-никами. И я к нему прихожу в какой-то момент, говорю, ребята, мы будем писать тебе на React Native, они пишут. Я говорю, ну, так вышло, они такие, ладно. И вот полтора месяца мы, значит, пишем на React Native, делаем эту демку, я иду с ней всип-сип, говорит, такой, не-не-не-не-не-не-не-не. Я очень настраиваюсь, чешу голову, прихожу, говорю, ребята, а теперь вот это мы все укидываем и начинаем писать на флаттере. Я такие, что? Ну, как бы ничего, вроде все хорошо, сейчас все довольны про то, сколько их сейчас пишут на флаттере. Мы поговорим чуть дальше. Вот, но вот когда я вам все эти цифры говорил и показывал, на самом деле я чуть-чуть лукавил, потому что у нас на самом деле два приложения Яндекс.Про. Одно флаттерное, другое все еще нативное на код. Почему так получилось? Там, где зеленый робот написан только Android, это какая-то павтология получается. Где флаттер iOS плюс Android, там веба еще не хватает, не суть важна. Понятно, что когда мы начали писать приложение на флаттере, это было не самое начало работы бизнеса Яндекс.Такси, потому что вот сегодня, по-моему, 10 лет, как организовали компанию, флаттер вышел сильно позже. Мы не могли начинать писать на флаттере сразу. Поэтому приложение было изначально на Android, ему было уже на текущий момент ему лет 7, наверное. В нем большое количество кода, там очень много лебисей, начиная с такой-то древней Явы и заканчиваясь суперсовременным котленом. И вот когда мы начали делать кроссплатформенную iOS и Android версию, очевидно, что за 2 года, сколько приложений в релизе, мы бы не успели до конца догнать котлен версию. Поэтому приложений пока 2, но это ненадолго, потому что в ноябре мы в итоге заканчиваем эту сумочку в деревне и села, в деревне и города. И, по крайней мере, в блоке такси полностью заберем все во флаттер. Так вот, приложений на самом деле 2, и честный DAO и МАУ выглядят примерно вот так. Флаттеров суммарно почти на порядок меньше. То есть в DAO у нас получается 780 на Android и порядка 60-80 тысяч. На флаттере в МАУ получается 1,9М на Android и где-то 300-350 на флаттере в зависимости от месяца. Но такое соотношение не везде. Когда мы начинали делать iOS-приложения, мы начинали его делать почему? Потому что в тот момент мы вкладывали много надежд в развитие международных бизнесов, а там субсидированные айфоны, вот это все. И делали его для этого. Потом случился ковид, про международные бизнесы мы чуть-чуть позабыли на какое-то время. Сейчас снова вспомнили, запустились в ряде стран и увидели, что, например, в той же новой неделе соотношение между айфоном и андроидом среди водителей, ну, примерно пополам. В Финляндии где-то 30 на 70. Внезапно мы работаем еще в большом количестве африканских стран, и там внезапно больше 20% водителей тоже используют айфоны. Для нас это было очень дико, но потом мы такие подумали, там же какое-то время назад приходил Uber, у которого было приложение только под айфон, и он просто раздал водителям айфоны. Видимо, Uber ушел, а айфоны остались. Кто-то потерял там, кто-то еще что-то. И получилась такая история, что там тоже большое количество пользователей на айфонах. В России, соответственно, пока примерно на порядок меньше, то есть процентов, наверное, 10 пользуется только айфон-версией, но мы ее никак не промотируем. То есть мы просто ее выложили в стори, и все, и люди такие, типа, о, неужели, ни хрена себе, iOS-версия Яндекс.Профт, стори, давайте мы ее возьмем. Я думаю, что если мы пустим рекламу, расскажем людям про то, что нашим исполнителям, про то, что такая возможность есть, это число кратно вырастет. Про объем приложения, почему у нас самый большой Flutter, у нас порядка 500 тысяч строк дарт-код в продакшене, Flutter, Flutter-код, не дарт, да. Вы считаете, только, ну, код написан своими руками? Да, это все, что написали мы, без вайдспейсов, комментариев и автогенерации. Ну, здесь, собственно, написано. Вот, но это со всеми библиотеками и фреймворками, которые мы сами же написали. Ну, то есть это без внешних зависимостей. В Котлине чуть побольше. В Котлине где-то 1,2 миллиона строк кодов сейчас. Но, смотрите, какая динамика. В 19-м году, когда мы только начинали, во Flutter было порядка 60 тысяч строк кода, а в Android больше 800, а сейчас в Android миллион 200, а у нас уже полмиллиона. Вот, поэтому мы прямо делаем большой прогресс. Почему до сих пор два приложения? Мы, когда у нас случился успешный запуск Flutter-версий, мы такие, типа, ребята, сейчас мы быстро все новое встроим прямо в Android, там быстренько перепишем, и за полгодика у нас запустится уже все чисто на Flutter. Ну, на самом деле нет. Вот Саша будет рассказывать следующим докладом по поводу интеграции Flutter в Native. Тут надо слово «работает» заменить на «работал». Окей, хорошо. Когда вы это пробовали. Сейчас ты брушься идеально, но значительно лучше, чем тогда. Да, где-то год назад, когда мы этим начали заниматься активно, хорошо работал только «хлоу-ворлд» на эту тему. В реальной жизни все было не очень хорошо. У нас сформировалась такая зондер-команда, которая начала заниматься решением этих проблем. Ну, как бы, как решением. Мы знаем, что проблем еще много. Их надо было сначала систематизировать, классифицировать. И вот за месяц премной работы получили большой список проблем. Назвали его по имени лида команды, которая этим занималась. Это был список Равиля. Равиль, наоборот, очень макаличный человек. Но когда он докладывал про этот список, он прям чуть не плакал. Там 37 пунктов было из боли и страданий. В основную массу, правда, мы быстро пофиксили. Это были всякие миском, штуки, там, отсутствие каких-то best practices. Про это я поговорю дальше, что я буду говорить про команду. Вот. Но ключевые проблемы – это были переходы из нативы во флаттер, в нативы во флаттер. Проблемы с анимацией клавиатуры. Проблемы с полупрозрачными флаттервью. Невозможно срисовать из флаттера за пределами флаттервью. Ну, короче, много проблем было. И мы решили делать два приложения. Потому что мы примерно прикинули на глаз, сколько времени займет решение этих штук. Чуть-чуть поконтрибьютили во флаттеркорп. Посмотрели, сколько нужно контрибьютили, чтобы доделать все остальное, что у нас болит. И помнишь, что сильно дешевле будет вести два, разработку в двух приложениях одновременного. Собственно, сейчас мы это сращиваем. Это будет видно дальше на структурах команды. Вот. И так как мы решили вести разработку в двух приложениях одновременно, то и флаттер приложение было совсем прям свеженькое, новенькое, то флаттер надо было сделать как можно более правильно. Андроид приложение, из-за того, что у него был очень большой возраст, там куча легоси, оно было не совсем модульное. И другие исполнители, под другими исполнителями я имею в виду не таксистов, а всяких курьеров и прочих ребят из других бизнес-юнитов, доставщиков, они были интегрированы в него как придется. Из-за чего разработчики очень часто ломали чужой код. Ну, то есть ребята там из еды, которые пишут что-то для своих курьеров, берут отламываю флоу таксистов. Потом ребята, которые пишут логистику, они что-то пишут, 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 отламывают флоу курьера в лавке. Это было просто невыносимым, все ругались, были в очень плохом настроении, называли друг друга плохими словами. И, кроме всего прочего, в флаттер приложения, которые мы делали, мы изначально решили использовать Redux. Мы поняли, что он не очень хорошо мобилизируется, и, в общем, не зашел он в большинство новых разработчиков. И решили тоже переделать. Здесь, кстати, тут аналогия Spaghetti Code. Такая ассоциация. Гугубакова, да. Да. А что, после Redux стали, что переделали? А про это будет дальше. И так родился проект платформы. Это кросс-платформы на платформы. Надо добавить больше слова платформы, и тогда все будет. Точка кросс. Да, платформы на платформы, кросс-платформы на кросс-платформы на платформе, которая работает на нативной платформе. Вот. И основным требованием к этому проекту была независимость разработки. Это чтобы каждая вертикаль, каждый потребитель мог действовать только в рамках своего флоу и никому ничего не ломать. Нормальная модульность и нормальный релизный цикл. Потому что с релизным циклом тоже была достаточно большая боль. К тому моменту у нас к интрибьютиру уже под 60 человек, наверное, на эту кодовую базу. Вот. И так как это было 4 бизнес-юнита, или 5, 5, по-моему, то каждый прибегал и говорил, блин, нам надо вот срочно, прям вот мы закоммитились, у нас дедлайн, но гремление нет, только через 3 дня таких смыслов. Ну, в общем, было очень больно, и нужно было отстраивать еще релизный цикл. Основными потребителями этой штуки как раз вот 4 корневой бизнеса и потенциальные потребители, это всякие черти из маркета, услуг, талоки, там, юнейм. И как эту всю штуку мы решили внутри устроить? Да я не знаю, здесь серую штуку ее видно, не видно? Отлично. Собственно, у нас есть сама платформа, в которой есть большое количество используемых модулей. Авторизация по паспорту, API для рисования на карте, там, API-камеры, API для наполнения главного экрана, внутренняя навигация, какие-то модули заработка, которые красиво все показывают. Ну, то есть, все то, что нужно для каждого исполнителя нашего сервиса. И дальше есть достаточно простой интерфейс взаимодействия. Каждый из этих вот корневых модулей, он по понятному интерфейсу может вызываться и отдавать данные. И, соответственно, другие исполнители, они просто берут, используют эти модули по определенному интерфейсу и доделают какие-то, ну, и могут их оверайдить. Таким образом, мы разносим все бизнес-логику, все по отдельным модулям, имеем общий метафреймворк платформы, все счастливы, все отлично. При этом интерфейс взаимодействия получился такой хороший, что мы туда даже на веб-технологиях написанную штуку уже встроили. Вот, и работает все отлично. Выглядит это с точки зрения обычного приложения примерно так. То есть, все написано на флаттере, все отлично, клево. Человек вначале выбирает, кем он работает. В зависимости от этого поднимается правильный модуль бизнес-логики. И дальше вот он использует одни и те же компоненты для того, чтобы рисовать. Эти модули используют одни и те же компоненты для того, чтобы красиво рисовать то, что им нужно. Вот. Это мы закончили примерно про приложение и курсовое развитие. Поговорим о том, как росла команда. Здесь достаточно спорный термин, не термин, как утверждение. Достаточно спорное утверждение. Мне кажется, что у нас сейчас самая большая команда флаттера в России. Саша, который стоит и будет выступать за мной, может с этим не согласиться. У нас разница в 1-2 человека. Но он уступит мне пальму перец. Наверное, у нас 42 человека занимаются флаттером. Это 10x за 2 года. Перед тем, что общая численность команды выросла в 4 раза всего. Это значит, что большое количество моих андроид-разработчиков сконвертировалось во флаттер. И в общем, они очень счастливы от этого. Поэтому, если кто-то пишет на андроиде, не пишет на флаттер, то идите на флаттер, там прям лучше. И как устроен внутри команды? Есть большой юнит Ямбикс Про, которым я руковожу. Есть команда слияния. Это ребята, которые дописывают фичи во флаттере, которых не хватало до андроида. И эта команда прекратит свое существование в ноябре, потому что она закончит свою миссию. Выполнит свою миссию. И соединиться с командой платформы. Это команда, которая разрабатывает корф, функциональность, как раз вот ту, которая была сверху на чарте. И команда продукта, которая побита на Витимы. А вот команда продукта пока еще пишет в том числе на андроиде. Ну, потому что у нас два приложения. Но как только случится слияние, мы подменим андроидное приложение на флаттерное в сторе. Понятно, что андроиды здесь перестанет. Будет просто команда платформы и команда продукта из большого количества флаттерных Витимов. Когда команда начинала расти, было очень больным. Большая часть списка Равиля, про который я говорил, она была из-за плохой документации и коммуникации флаттера и котлен команд. Мы в основном конвертировали ребят с котленом на флаттер. И у нас не было общего описанного подхода к разработке. Ну, то есть каждый новый разработчик, он приходил во флаттерную команду, говорил, ребят, как мы будем там что-то делать? Мы говорили, друг, смотри, вот документация на официальном сайте, вот там документация по дарту, вот по флаттеру, вот у нас используется редакт, сможешь на него посмотреть. И, собственно, давай, иди в бой. Приходили достаточно сеньористые ребята, которые смотрели на это все и думали в какой-то момент, ну, что-то нам не очень, как бы, вот, хочется редактсом пользоваться. Возьмем какой-нибудь другой стрит-менеджер, например, все равно никто не узнает, модуль-то изолированный. Вот, брали что-то другое. Смотрели условно разные ответы на стековерфлоу, как правильно что-то сделать, да, или там разные туториалы на YouTube или на Medium и читали. В результате код получался такой не очень, скажем, как сказать, консистентный, да, правильное слово. Не очень консистентный и периодически, когда делали кросс-кросс командный, типа, ревью реквестов, у всех шевелились волосы в разных частях туловище, вот, потому что они такие, типа, подождите, а почему у вас здесь вот такой стрит-менеджер? Они такие, ну, мы что-то подумали, посмотрели, нам это больше понравилось. Ну, мы же делаем так. И тут прибегает третий, к нам говорит, слушайте, а мы делаем это вообще по-другому. Давайте на ножах драться и выяснять, какой подход лучше. Болело прямо очень сильно и не было каких-то общих инструментов еще для работы, потому что кто-то себе там прикручивал втиху какие-то линтеры и прогонял чужих реквестов, линтеры не играл такой, не-не, а там вот линтер ругается. Потом, когда линтер более-менее все прикрутили, там были разные наборы, правил, короче. Ну, в общем, все детские болезни, естественно, мы собрали. Большое количество боли также порешала документация, потому что доклад предыдущего слайда, он на самом деле родился из внутренней Вики, это просто ребята зачитали несколько страниц из внутренней Вики, несколько разделов. И это та Вики, которую мы даем читать людям, которые только приходят в нашу Flutter команду. Мы задокументировали примерно все процессы разработки на Flutter и организовали перенос знаний от нудрецов к новичкам. Есть специальный чатик с Flutter вопросами, куда каждый, если у него возникает какая-то проблема непонятная, он приходит и говорит, ребята, как вот это сделать? Есть Вики с частными вопросами. И мы проводим большое количество внутренних метапов, где рассказываем, как жить, что делать. Следующая история, которая очень сильно заболела при росте команды, это была работа с зависимостями. Мы увидим этот слайд чуть позже, я пока буду рассказывать нас на пальцы без поддержки. Когда у нас было 5-10 человек, нормально было в Попспейке писать ссылку на гид-репозиторий, на бранч, в лучшем случае, какой-то у него. И оно все работало. Но, как выяснилось, для 20 человек такое уже особенно не работает, когда у тебя, тем более, модуляризируется проект, становится большое количество библиотек, у них появляются кросс-зависимости. И вот тогда это начинается просто living hell. То есть ты меняешь зависимость в одной библиотеке, у тебя все перестает собираться, потому что в трех других есть зависимость на эту штуку, ты ее поднимаешь, на тот, где ты поднял, есть зависимость. И, в общем, оно все начинает умирать. И, да, можно было бы, наверное, использовать пабдев, но нельзя, потому что мы не можем свой код выносить внутренний, особенно выносить наружу. Вот. Мы начали искать внутренние какие-то решения, нашли Unpub. Ну, кто из вас на Flutter пишет большие проекты, ну, кроме Саши? Нет? Никто, видимо. Ну, вы, никто не занимается внутренними зависимостями. Ну, типа, не хранит внутренние зависимости на Flutter у себя. Я-то храню, но веби, сорян. На чем? Ну, а какая разница? В чем храните? В Unpub просто будет. Да, 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 в Unpub можно ссылаться на область. Нет, это не для нас, Unpub не для нас. Вы вот как решаете? В Абби же тоже такое, конечно. У нас в одной реперриат. В одной реперриат. Да, то есть по папочке Packages там, да, и по ссылкам на Unpub. Еще поднимай свой попсируют. Ну, вот мы пошли по пути наркоманов, мы подняли свой Unpub. Оказалось, он так просто не поднимается, потому что в нем должна быть, во-первых, гугловая авторизация, вот, а во-вторых, он совершенно не кластеризуется. Ну, то есть от слова совсем. Когда мы его поднимали, там был только один бэкенд для хранения данных, это была локальная файловая система, была Mongo, и оно не кластеризовалось. Поэтому, что нам пришлось сделать? Мы сделали там плаговую, плаговую архитектуру для аутентификации авторизации, сделали нормальное селе, если раньше там была история, ну, типа, условно, ты залогинился в него, ты можешь делать что угодно, то мы научились кому-то разрешить там заливать, заливать и изменять пакеты, кому-то только заливать, кому-то только читать, кому-то ничего не разрешили делать. И привинтили в него плаговую архитектуру, то есть сейчас они, ребята из официальной команды Unpub, прикрутили AWS, мы прикрутили generic модуль, который позволяет в любые местами, типа, написанием небольшого адаптера, хранить в любых распределенных местах. Плюс поставили сверху Nginx, научили это дело проксироваться, и вуаля, у нас получился свой внутренний облачный Unpad. Зачем это делали? Казалось бы, можно было, ну, все еще не такое большие объемы, казалось бы, можно было все просто взять пожирнее виртуалку для этого всего. Есть один момент работы в Януксе, у нас постоянно проводятся учения, наша внутренняя политика говорит, что любые наши сервисы должны выживать как минимум при отключении минимум одной трети дата-центров. Поэтому ребята периодически выключают дата-центры без предупреждения, если у кого-то сервис ломается при этом, ну, плохо работаете, надо делать так, чтобы не ломалось. И все разработческие виртуалки, они лежат разбросаны по этим дата-центрам, поэтому нередко бывала такая ситуация, когда ребята приходят на работу, пытаются что-то собирать, оп, а дата-центр-то выключили, виртуалка-то лежит с Unpub. Что делать? Пришлось сделать вот эту штуку, чтобы теперь оно жило, размазанное по всем дата-центрам, реплицировалось нормально. И вот мы планируем эту штуку отдать в оппенсорс в какой-то момент достаточно, скорее раньше, чем позже. Надо, как обычно, перечисать код, добавить какие-то внутренние зависимости и вот это все. Как это на рынке? Нет, вот этого нет. Кроме этого, у нас есть отдел мобильных девопцов, и они очень нам помогают, они настроили в итоге для всех одинаковый линтер. Сейчас внедряют DartCodeMetrics, завели красивую CR-ку на TeamCity, научили писать тесты, чуваков, которые пишут тесты, сделали репортинг управления всем этим хозяйством через Telegram и Slack. И теперь, собственно, короче, ну вот просто все как в презентациях вот этих вот девопсов, все очень красиво. Ты сидишь, так и пьешь кофе в парке и в Telegram нажимаешь кнопки, чтобы у тебя все билдилось, мерзжилось, релизилось. Делать красиво. Есть одна кнопка и вот это все. Вот. И на этом, на самом деле, я закончу свою печальную повесть. Здесь мои контакты с QR-кодом, они же есть еще здесь. Вы можете, совершенно не стесняясь, писать мне. И если у вас есть какие-то технические вопросы, потому что, как я уже говорил, технических вопросов я здесь практически никаких не покрывал, а просто рассказывал, какие мы кривальники. Вот.